Это Богдан Яковлев. Ему 10 лет и он один из победителей конкурса детского рисунка «Крылья Победы», который недавно завершился в Музее военно-воздушных сил. Мальчик приехал на церемонию награждения в Монино вместе с родителями из города Сарова Нижегородской области. Богдан рассказывает, над сюжетом своей будущей работы он долго думал. В итоге выбор пал на сцену из будней военной авиации. Два ремонтника ремонтируют самолет, который подбили фашисты. Один чинит колесо, а другой красит и вставляет детали. Всегда я делаю сначала эскизы, чтобы придумать, какой сюжет будет, а из них я уже выбираю. На конкурс было прислано более 300 работ, авторами которых стали юные таланты из 84 регионов нашей огромной страны, а также Франции, Чехии и Казахстана. Среди маленьких художников был и один участник с ограниченными возможностями здоровья. Теперь красочные и разнообразные по стилю и содержанию рисунки ребят будут представлены на выставке в Музее военно-воздушных сил. Мы, поколение дедов и внуков, пытаемся привить к нашим детям знания о той великой победе, которую сделал наш народ победив фашизм. География обширна. От Краснодарского края до Сахалинской области. Очень многие народы были освобождены от идеологии фашизма, поэтому очень важно, чтобы к конкурсу присоединились и другие страны. Из-за пандемии не все участники конкурса детского рисунка «Крылья Победы» смогли присутствовать на награждении. Для тех же, кто приехал, организаторы подготовили призы и дипломы. Перед гостями выступили местные вокально-танцевальные коллективы. Посмотреть на все рисунки, представленные на конкурсе, можно будет в Музее военно-воздушных сил до конца этого года.